А это наш советский журналист молодой, Юрий Чалябев. Пошли, познакомиться. Вот у вас случай был познакомиться, они же рады. Садитесь. Французский след эпохи черно-белого Советского Союза ярко заявил о себе в фильме Сергея Герасимова. Журналист, персонажи столицы-столиц были страшно близки к советскому народу. Тандем Владимира Высоцкого и Марина Владя был в подсознании граждан эпохи социализма неким тотемом, о котором говорилось с придыханием. Есть уникальные комментарии Шемякиных к каждому эскизу. И они во многом погружают нас, тех людей, которые так или иначе по-своему уже в свое время иллюстрировали Высоцкого. Мы все его в разные периоды нашей жизни слушали, воспринимали его тексты. Я кричу коням, чтобы не не зли, так быстро садись. Еще один титульный эмигрант с середины 70-х танцовщик Михаил Барышников, который исполняет под Высоцкого в голливудской продукции «Белые ночи танец», был свидетелем знакомства художника Шемякина и Марины Влади в 1974 году. Многие имена, которые здесь представлены, и Цыган, и Максимова, Куджавы, Синявского, и снова Барышникова, который познакомил Шемякина с Высоцким в 1974 году. Нужно много перечислять эти имена. И мы, я надеюсь, на экскурсии, кто захочет, мы чуть подробнее об этом поговорим. Интересный пласт раритетов от иллюстраций, авторских композиций, фотографий, плакатов и грампластинок. Все это укладывается в собрание сочинений двух мастеров и обогащает информационный ряд о русской эмиграции. Для нашего города это своего рода и финальная точка в череде напоминания о визите Высоцкого в Казань в год его 80-летия. Мне нравится одна фотография, где они сидят как братья, обнявшись друг с другом. Они еще совсем-совсем молодые, и вот неизвестно, что будет дальше, но было видно, что это какое-то родство душ. Современное искусство сегодня – это неотъемлемая часть истории замечательных людей. Для любого проекта нужно соответствующее дыхание. Выставка Шемякин, Высоцкий и Русский Париж 20-го столетия – это своего рода финальная точка в череде мероприятий, связанных с визитом Барда в наш город. Это своего рода дань памяти и уважения выдающимся артисту 20-го столетия. Это и поиски нового пространства, где могли бы уместиться галеристы с новым вкусом, с новым взглядом, и действительно поработать над концепцией, что такое современное искусство в наши дни и как оно препарируется в Казани. Дмитрий Пьяваров, Максим Зуйков, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.